И винильный артрит. По-моему, такой у нас запрос. Сейчас найдем участие. Яна у нас сегодня участница. Яна, артрит стартовал 2 года, а сейчас ребенку 5. Началось с суставов запястья и щиколовки, насколько я помню, так сейчас воспроизвожу. И сейчас плавающая локализация. Разные суставы. За полгода, по-моему, развелись родители. За полгода до старта симптомы. Так, сейчас я подключаю Яну. И мы сегодня поразбираемся, что такое произошло. Ну что, стартовал у ребенка артрит. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Так, слышно меня вам? Отлично. Так, хорошо. Слышно и видно, вроде бы, надеюсь, слышно и видно обоих. Так, ну как у него связь. Вот, все, теперь я связь, хорошо. Я кратко за ваш запрос рассказала. Может быть, что-то есть добавить из того, что вот кратенько, да, там 2 года стартует. Сейчас ребенку 5 лет, я так понимаю, разные плавающие локализации суставов. Разные суставы задеты. Начинаются запястья и щекотки, да? Да, все верно. Да, вот смотрите, что-то есть еще вам сказать про вот эту вот историю? И как вы сами понимаете, почему у вашего ребенка симптом, если вы вдруг знакомы уже с психосоматикой подписаны на нас какое-то время? Ну, есть много предположений, но я затрудняюсь выводить какой-то из них. Ну, вы наш блог читали, подписано на него какое-то время, да? Сколько вы подписаны на нас? Ну, больше, чем полгода. Хорошо. То есть конкретно про вот этот диагноз находили какую-то информацию? Знаете, какие конфликты запускают? Ну, самообесценивание нет. В целом, да, конфликт самообесценивания, конечно, да. И тогда, когда ребенку два года, понятно, что это конфликт мамы. Это ваш конфликт, это ваша история. И как раз сами боли, если старт-то происходит, наверное, ребенок начал жаловаться, наверное, да, там какие-то появились боли уже, да, в суставах, когда вы заметили. И это уже фаза восстановления, тоже, наверное, знаете. Если на нас подписаны, да. То есть активная фаза не бессимптомно, как правило, проходит. И потом фаза восстановления идет вот этот вот уже острый приступ, да, там, ревматизма, как мы говорим. И тогда... А у ребенка показатели вот эти всякие ревматоидные, там, цириактивный белок, ревматоидный фактор, там, вот эта вот вся история ревматоидной. Норме, то есть это не... Просто воспаление показывают анализы, а предпосылок никаких мелбинах не было. Угу, воспаление. А воспаление показывают только соя или что-то еще? Ну, ЦРБ, соя. ЦРБ, да. Хорошо. Ну, а диагноз как звучит? Ювенильный диапатический аждрит. Диапатический, то есть когда неизвестно, почему, да. Причины неизвестны, неопределенного происхождения. Да, и винильный диапатический. Ну, то есть они бывают, что ставят еще серопозитивное слово, добавляют, когда вот этот ревматоидный фактор, цириактивный белок. Ну, ЦРБ, вы говорите, он повышается. Хорошо. История стартовала в два года, за шесть месяцев произошел развод. Так, где-то так. Как вы его проживали? По чьей была инициативе, как вам вообще вся эта история? Ну, тяжеловато, конечно. У меня были панические атаки. Непосредственно развод по моей инициативе произошел, но это как бы отношения задолго до этого уже не складывались. А не складывались, не складывались это что вы под этим подразумеваете? В чем вы жили, когда вы были в браке? В чем я имею в виду ваше состояние? Ну, я ощущала чувство несправедливости, какой-то недооцененности. Потому что отношения строились так. Вот я даю деньги, а все остальное меня не касается. Ну, и сейчас, когда вы развелись, по сути, вы вот это вот прописали. Мы разделили обязанности. Он обеспечивает, то бишь, он дает деньги, продолжает все то же самое делать. А остальное меня не касается. В общем-то, вы живете сейчас в той же парадигме. Даже, ну, вот когда вы развелись, и примерно он отец ребенка, и он участвует только деньгами. Правильно я понимаю? Ну, с этим, да. Вам это ок? Или как-то вы тоже, это до сих пор для вас это все-таки как-то не очень справедливо? Хотелось бы в его участии больше? Хотелось бы, чтобы он как отец присутствовал в жизни ребенка больше? Как у вас с этим? Ну, сейчас уже это не очень как-то не расстраивает. Не то, что расстраивает. Я просто думаю, что они сами должны как-то строить свои отношения. Все, что мне хотелось сказать, я имела возможность сказать. И теперь он должен здесь строиться. Они это пятилетний ребенок с папой? Да, ну, у них теплые отношения. Они проводят иногда время вместе. Ну, там, как мне бы хотелось. Ну, это как бы то, что я хочу. То, что я хочу. Ну, то есть, все-таки хотелось бы, чтобы это было немножко не так. Было бы здорово, но это не очень меня сейчас беспокоит. А что сейчас вас беспокоит? Сейчас меня беспокоит то, что мне по-прежнему сложно реализоваться. Ну, как мы сидим с ребенком больше, чем все время не дома. Потому что она не имеет возможности ходить в сад. В сад есть и до своих дел остается. По-прежнему это вот, когда вы тогда жили в враче с мужем, то вы тоже чувствовали вот это в том числе, да? Что претензия к нему какая была? Чтобы он больше не только деньгами участвовал, а еще и своим участием. И тогда у вас было бы больше времени на реализацию ли, какие-то свои потребности ли? Ну, в том числе, наверное, больше хотелось просто эмоциональной вовлекленности. Со временем можно решиться при помощи. У меня не было вопрос тогда. Я немножко изменилась ситуация, и нет уже такой возможности. А тогда просто отстраненности мне немного напрягало. Немного. Вы так говорите, что это вот как будто бы это такая... Немного напрягало. Сейчас мне уже окей. Симптом ребенка нам говорит о том, что вы в чем-то до сих пор. Тогда было плохо. Видите, как даже вы сейчас про это рассказываете? Я спрошу, а как вы это прожили? Да, ну, очень прожила. Были панические атаки. Настолько я сдерживала себя, что мое тело выводило мое состояние, мои эмоции. Какая-то тут вот эта трансформаторная будка. Я вот это вот проживала. Ну, да, ну вот как будто бы вот эта вот история, как будто вы пытаетесь гладить. Ну, симптом ребенка нам говорит, да, до сих пор он есть, до сих пор локализация меняется. Значит, я живу до сих пор в чем-то. Какое-то мое состояние, таково мое состояние, что я чувствую себя. Ну, я не знаю, вот ваш симптом, когда стартует, да, вот эти запястья и чиколотки, как будто бы говорит о том, знаете, как кандалы на меня надели. Я вот в цепях, на ногах и на руках, да, то есть вот эта вот история, когда локализация же, она может нам тоже что-то сказать. И вот эти плавающие суставы, по которых мы можем посмотреть, пройтись по каким. Но факт тот, что в разных местах и в разных областях, как будто бы я чувствую вот это вот, что со мной, то есть обездвиженность ли, невозможность ли реализовать что-то, сделать какой-то шаг, да, там, ну, куда-то, вот как вы говорите, реализация. То есть как будто бы что-то такое остаётся важное, очень важное для вас. Потому что когда тело решает задачи, поставленные нами, оно решает задачи, по сути, жизни и смерти. Вот сейчас, если я не решу вот это, мне настолько это важно по большому счёту, то тело включается, и тело подключается к вашего ребёнка. Ну, потому что вы там, наверное, как-то осознаёте, вы там что-то понимаете про себя, про свою жизнь, как вы там, как вы справляетесь на самом деле. Внутри вот эта вот история о невыраженности. Вот что у вас с эмоциями вообще? Как вы эмоции выражаете? Достаточно сдержанно. Вот, да, и вы сидите сейчас, вы его даже приглушаете, ну, ну, вроде так вот. Да, и даже паническая атака ваша говорит о том, что я сама с эмоциями. Они вот так вот у меня вышли, вот так вот моё состояние вышло, тело как-то вот так освободилось от напряжения. Поэтому это тоже какая-то стратегия. Я достаточно сдержанно, и я себя сдерживаю даже вот этим. То есть здесь конфликт самообесценивания, да, но здесь конфликт какой-то, я не знаю, ощущения. Часто люди говорят, у которых палеострит. Ощущение, как будто бы я в клетке, как будто бы я обездвижен, как будто бы я не могу двигаться, я не управляю своей жизнью. Вот какая-то такая история, смотря какие задействованы суставы. Но, в принципе, если это в целом разные, то это может быть такое генерализованное ощущение. А какие ещё суставы подключаются? Ну, вот последние подключились к коленям. Последние подключились к коленям. Ну, как вам кажется, там колени – это про что? Ну, это про невозможно сделать шаг вперёд. Например? Вообще двигаться согласно какой-то цели выбранной. Это ещё может и быть про вынужденное преклонение, послушание. Да, я должен быть в каких-то рамках, да, я должен подчиниться, склонить колени. Да, то есть я должен чему-то подчиняться. К тому, что жизнь такая несправедливая, или я не знаю, или в отношении с кем-то, ну, что какая-то история, ну, плюс соревновательная какая-то, может быть, история, что я должен победить как-то, а я не могу. То есть у меня вот это вот важно для меня. У вас что? Ну, мне кажется, это как раз момент текущих отношений с нашим супругом. Ну, потому что, ну, я чувствую себя зависимой от него по понятным причинам. Угу. То есть я зависимая, я вынуждена там как-то... А что... Вот я зависимая, и что это делает со мной, с моим состоянием, с моим восприятием? Не чувствую своей значимости. Мне не нравится просить его. Угу. Вот вроде бы вы написали, что роли ваши разделились, вы занимаетесь воспитанием ребенка, а он обеспечивает. Ну, как будто бы вы еще и вынуждены просить, да, потому что... Почему? Ну, не знаю. Просто человек не всегда знает о наших потребностях, потому что не вовлечен в текущие наши какие-то дела. Угу. И тогда... То есть у вас нет вот такой договоренности, что он... Как вы говорите, он обеспечивает, но вы должны сообщить ему о своих потребностях. Ну, иногда. Основная часть как бы просто оговоренная заранее. То есть вот эта оговоренная заранее часть, да, но иногда вам нужно дополнительно сообщить о своих потребностях, и тогда вы в состоянии каком? Ну, то есть он же вроде бы вам не отказывает, наверное, или отказывает? Нет, не отказывает. Не отказывает. То есть это ваше какое-то внутреннее состояние, правда? Конечно. Есть определенная оговоренная сумма. Это окей. У вас есть какие-то, бывают всегда непредвиденные потребности, расходы и так далее, и это тоже окей. И вам просто нужно о них сообщить, и случаев отказа не было. Но у вас это уже я в зависимости. То есть я там в каком-то более униженном состоянии положить. Я как будто, может быть, там с протянутой рукой, не знаю, какое у вас там ощущение. Почему я должна просить? Что у вас? Расскажите поподробнее. Ну вот сейчас я уже судьбу и думаю, что, возможно, это не только один габ, а, например, я вынуждена свои какие-то личные дела, свой график выстраивать в согласовании с кем-то. То есть мне обязательно нужно, ну, грубо говоря, как подпроситься куда-то или еще что-то, если мне нужно что-то сделать свое. Вот. Наверное, это меня даже больше напрягает, чем необходимость просить. То есть я не чувствую себя свободной. Вот. Я не чувствую себя свободной. Да, это ключевая тоже история про то, что ваше состояние. Я не чувствую себя свободной. И тогда вот это состояние может фонить. Да, понятно, что стартовала у вас история когда это вот важное будет дополнение. Непосредственно дебют произошел, когда я впервые оставила на несколько дней ребенка и уехала просто отдохнуть в другой город. А с кем оставили? С мужем? С мамой. Ну, с его мамой. Она, в общем, выполняет и свои обязанности, и его, можно сказать, так. Она помогает вам, да? Да. А когда вы говорите вот это, я вынуждена свой график выстраивать соответственно и с кем-то, это с кем обычно вы соответственно выстраиваете график? Ну, либо с ней, либо с ним. Либо с ней, либо с ним. И тогда это вот для вас про несвободу. Не про то, что они вам помогают или она вам помогает и участвует как-то, и мне это прям классно, здорово, что они участвуют. Нет, для меня про несвободу. Я вынуждена, слово вынуждена. Вот эта вот вся история нам говорит о том, что я не свободна, правда. И вот это ваша несвобода. А тут, когда стартовала, да, вы впервые почувствовали себя возможно свободной, да, когда я взяла и уехала на несколько дней, вот эта вот история стартовала. То есть это тоже может быть про фазу восстановления, когда я себе разрешила вот эту вот внутреннюю свободу, которая мне так нужна. Да, похоже, что все так. Но смысл-то в том, что вы продолжаете жить в этих ощущениях, это какая-то ваша какая-то стратегия, и вы, может, на себе выбрали какого-то такого, который, с которым вы что-то определенное чувствовали в браке, да, вот это вот про недооцененность, да, вы сказали. Что еще? обесценивание, невовлеченность, да, просто не любовь, не знаю. Да, и тогда тоже, вот смотрите, это вы почувствовали, когда родили ребенка, что вот так, такое отношение, или это было еще до ребенка? Было до. Когда вы это поняли? Сколько вы в браке с ним были? Врак состоялся уже после того, как мы узнали о беременности, и это была не моя инициатива, естественно, вот, ну, ну, в общем, взял на себя обязательства человека, потом оказалось, что это тяжело, и никому нас это не понравилось. То есть он тоже это рассчитывал, что будет как-то по-другому? Ну, да, думаю, да. Ну, то есть все-таки до рождения ребенка это имеется в виду вашу беременность, в общем-то? или вы жили с ним, имеете в виду, что вы жили с ним как-то без регистрации брака до того, как вы забеременели? Да. И, в общем-то, вас уже не устраивало то, как вам он относится, правильно понимаю? Иногда, да. Иногда это насколько часто? В каких моментах? это уже сейчас я понимаю, что это не лично ко мне относилось, а просто человек сам с собой не мог решить возможно что-то. просто... тогда вам так не казалось, да? Ну, нет, конечно, не казалось, тогда я думаю, что это на меня направлено. Ну, потому что вы такое умеете видеть, да, что вам казалось, что это направлено на меня, и чувствовали вы себя какой неважный, ненужный, не ценный, нелюбимый, правильно понимаю? Да. Но это было, то есть не всегда в какие-то моменты, да, связано с каким-то определенным... Да, это было приступов буквально раз в пару месяцев, скажем, ну, несколько дней какой-то игнор вот включался, а потом нормально становилось. Какой-то игнор включался, но потом... Вот сейчас вы понимаете, почему это было? Ну, я не думаю, что я до конца понимаю, но во всяком случае понимаю, что меня это на самом деле не очень-то касается. У человека до сих пор проблемы и без меня, то есть это никуда не делось. Проблемы в отношениях вы имеете в виду? У него есть какие-то отношения? Нет, нету, и не было после нашего расставания. Нет, это именно какой-то внутренний конфликт. То есть ему почему-то надо было побыть, например, уйти в себя, побыть одному. Вот такая история. Почему он игнор был? Да. То есть каким-то образом он выключался из вашего контакта? Не объясняя причин. Да. А вы спрашивали у него? Вообще чуть-чуть не происходит. Да, конечно. Ага. И как он это объяснял? Никак. Никак не объяснял. Ну, то есть по какой-то причине, и до сих пор вам непонятно, почему он выключался из контакта? Я не знаю. Он и сейчас сможет иногда отключить телефон и сидеть дома несколько дней и вообще ни с кем не общаться. Ну, просто потому, что настроение такое. И это настроение он никак не объяснял? Ну, или хотя бы говорил, например, что сейчас я просто не могу общаться по какой-то причине, я сам не понимаю, например. Мне нужно побыть одному. Попыток объяснить с ним не было таких. То есть он просто вас игнорировал? Да. Вы пытаетесь спросить, что происходит, он никак не объяснял? Ну, да. А сколько вы так уже вот с ним прожили? Когда вы обнаружили вообще, что вот эта история стала происходить? Вы же с ним какое-то время жили, да, я так понимаю? Ну, да. В течение первого года было достаточно хорошо. Но я не старалась не воспринимать эти отношения как что-то серьезное. Не то, что старалась не воспринимать, а старалась проще относиться к ситуации. А я смотрю, это ваша стратегия вообще так немножечко. Даже если что-то не то, так я глазки-то закрою, но я сделаю вид, что это все нормально. Да. Я как бы, ну, старалась. Даже отношения, вот я живу с человеком, вроде бы, но я делаю вид, что это вообще несерьезные отношения, что-то это просто вот так, да. Ну, мне кажется, это такое полусознательное обесценивание, чтобы избежать каких-то неприятных эмоций, когда, допустим, эти отношения прекратятся. Что-то такое. Да, да, и тогда вот это ваше, мы сейчас идем, чтобы вы поняли про себя, почему вообще вот это все происходит, и у вас, я как-то привыкла в этой жизни с чем-то справляться, у меня есть какие-то стратегии, и вот это одна из, такая, чтобы не было так больно, вот когда я спрашиваю, чего у вас с эмоциями, вы говорите, ну, так, да, вот оно как-то, я немножечко замазываю, эмоции все, ну, не очень прожила, да, панические атаки там были, ну, так вот, там вот это вот все, да, хорошо, то есть это такой способ немножечко обесценить сразу даже вот эти чувства, или там, что происходит, чтобы не было так больно, потому что я в настоящие чувства какие-то, вот если я правда буду контактировать с реальностью, а мне может быть очень больно, и поэтому вот это мой способ справиться, вы сразу, вы сами его подговорили, чтобы потом, если вдруг отношение закончится, мне не было так больно, а сколько вы с ним прожили, ну, вот до беременности? Около полутора лет, И первый год таких вот странных, скажем, моментов не было? Ну, может быть, они были, но реже? Не так, может быть, выражены были, и я не воспринимала это серьезно. Угу, угу. Ну, кому не бывает, как у сна. Ну, да, да, ну, он человек, тоже выключался из контакта, он не шел на контакт вообще, когда ему грустно, и он даже никак не объяснял, он даже не говорил, слушай, мне грустно, и мне надо побыть одному. Вот прямо я, вот такая у меня есть особенность, мне надо уйти из общения, иначе мне вот как бы очень трудно. Ну, мне кажется, в тот момент это и им не осознавалось в полной мере, то есть он не мог объяснить даже себе, что происходит. Возможно, и сейчас не может объяснить. Ну, наверное. была возможность просто больше времени как-то отдельно проводить, он где-то на работе, я где-то, а после беременности как бы немножко плотнее пришлось общаться. А, ну вот, да, вот это более плотное общение привело к тому, что это стало более явно, более выраженно, более понятно и заметно для вас, да, и тогда вот эта особенность, но для вас она была, вы старались как могли и не делать, делать вид, что это внешность, окей, что все нормально, но внутри-то это запускало в вас состояние ненужности, неважности, брошенности, это там, я тебе не нужна, ты там, меня не любишь, ты там, чего-то мне не додаешь. А он в целом как эмоционально, когда в моменты, когда он не такой, а более включенный в жизнь, в контакт? Я не очень поняла вас. Вот когда я вас спросила, вы сразу все поняли, я спросила, как у вас с эмоциями, вы сказали, как вы выражаете свои эмоции, вы говорите, ну так, да не очень. А он как? Он эмоциональный, он может о своих чувствах говорить, о своих эмоциях, что с ним происходит, в какой-то момент, когда он не выключен из жизни. Очень даже эмоциональный. В чем оно проявлялось, эта эмоциональность? Он очень импульсивный, в плане его такие острые реакции. Я поняла, я так и думала. То есть эмоциональность проявлялась в импульсивности, все понятно. Это немножко другое, но хорошо. То есть он, когда, если его что-то не устраивает, импульсивность, наверное, вот в этом, да, он об этом ярко, это ярко показывает, говорит об этом, да. Но это не таки проявляется, он, то есть, сходит, сносит все на своем пути, и такое. Если я аккуратно все стараюсь сделать. То есть я сдержана и в движениях тоже, скажем так. Да. Это ваша стратегия по жизни, замечаете, пока вот мы собираем какую-то такую картину, я и в движениях сдержана тоже. Это вот про то, что ваш ребенок вам отражает. А что вам вас привлекло вообще изначально в этом человеке? Чем он вам понравился? Ну, как раз вот это эмоционально открытостью, наверное. Мне казалось, что он сильный из-за того, что он как может себе позволить выражать эмоции. А оказалось, что он просто это не контролирует. Оказалось, что? Он просто это не контролирует. У него как бы такие выплески были эмоциональные, активные, и наоборот, периоды, когда он закрывается, он приходит в какую-то свою, не знаю, в свою капсулу, там, не знаю, в свою раковинку какую-то, ему надо спрятаться. Либо так, либо так. И казалось, что он сильный, и казалось, что он эмоционально открытый, эмоционально открытый, а следовательно, он сильный. Ну, вроде как-то так, да. Ага. А вы какая? Мне кажется, я не очень-то сильная. И поэтому живу в режиме энергосбережения, и в том числе и к эмоциям это относится. Поэтому живу в режиме энергосбережения. Ну, и вот, когда он так вот давал эти эмоции открыто, показывал, да, в этом была сила, и вы думали, что что, я подпитаюсь от этого, я могу опереться на такого сильного человека, он что мне даст? Ну, в такие моменты я действительно чувствовала себя более энергичной тоже. Не то, чтобы питаться, а как-то отразить это, не знаю. Что сделать? Ну, отразить все эти эмоции, как зеркало. Ага. Ну, то есть, научиться ему вот это, у него, то есть, я могу у него этому научиться, то есть, рядом с ним я тоже могу, наверное, себе позволить, как-то так, я тоже могу быть вот такая, мне не надо, понимаете, вот сколько я, я живу в режиме энергосбережения, я все гашу чуть-чуть, да, там, сглаживаю, вот это вот, движение ли, эмоции ли, видение вообще ситуации, контакт с миром, я, потому что мне нельзя активно, и, в общем-то, когда вы говорите, ребенок мой не ходит, это тоже, это режим супер, супер энергосбережения, вот, да, вот я, максимального энергосбережения, вы, движение тоже бережете, да, то есть, в реальности вы говорите, я аккуратно хожу, я там как-то контролирую, все, что эти, на это надо, правда, очень много энергии, вот, чтобы эту стратегию реализовывать, и, но она для чего, почему-то для вас важна, то есть, да, мужчина ваш был не таким, вы как-то хотели бы у него научиться чему-то другому, понять, ну да, так тоже можно, это тоже безопасно, и тогда я тоже могу быть, какой? на выражать свои эмоции, и если я выражаю свои эмоции, это тогда я какая, что это для меня? Ну, это уверенность в себе, уверенность в тебе, а так у меня нету, и теперь, когда мы разошлись, и теперь, когда вы говорите, я вот в каком-то состоянии с ним про колени, да, мне приходится, и даже это не то, не просто про него, а про подстроить свою жизнь, я какая, я не уверенная? Да, 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 то есть это просто мое состояние сейчас, и в какая-то, как будто бы есть безысходность из того, что я вижу какая-то безвыходность, ну как, теперь все, я же теперь на симптоме завязана ребенка, я вынуждена вот так, например, подстраивать свое время, если мне что-то надо, я вынуждена быть ребенком, больше не имея какой-то реализации, которой мне хотелось бы, я вынуждена опять же еще, 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 что-то мою жизнь строить как-то. Да или нет? Откликается или нет? Нет, вот в настоящий момент я чувствую себя лучше, чем в последние два-три года. Когда это случилось? И что за изменения, да, произошли, что я стала чувствовать себя лучше? То есть это только вот в последние два-три года, вот как после развода, да? Я не приходила, я старалась работать и с терапевтом, и много всего делала. теперь у меня появился молодой человек, и мне стало еще проще. И есть и стремление, и мысли, энтузиазм какой-то, но энергии по-прежнему не хватает на все, чего я хочу. но энергии не хватало и вообще в молодости, я так понимаю, вы с предыдущим супругом как бы об него заряжались, да, там как какой-то себе, по крайней мере, не то, что заряжались, как вы говорите, я разрешала себе, получается, быть другой. То есть это вообще, в принципе, стратегия ваша по жизни такая, вот вы такая, и когда кто-то рядом появляется, вы немножечко оживаете, появился молодой человек, вам стало легче, да, вы там с чем-то тоже работали, а с чем вы работали, что вам удалось отпустить, или там что поменять в своей жизни, что стало легче? Ну, вообще, впервые к терапевту я приехала в состоянии панической атаки, потому что просто, ну, без вариантов, нужно было срочно делать, вот, и, ну, насчет развода, работа была какая-то проделана, вот, потом еще были захвачены еще какие-то предыдущие отношения, ну, ну, и основное, чем вот до сих пор я вьюсь, это, конечно, реализация. А что с реализацией? Быстро ко всему интерес пропадает. Много всего получается, но энтузиазм в этом учуется. Да, интерес, то есть, начало энтузиазма, это движение, это энергия, это вот какая-то неэнергосохраненная, да, сформа, скажем, как у вас, как будто бы, вот это ваша стратегия, энергосбережение, вы ее назвали, во всем, она как будто бы важная, жизненная, дающая какую-то безопасность, да, для вашего мозга, почему-то же я ее сформировала, почему-то же я живу вот в этом в целом, и когда я немножечко из этого вырываюсь, на какое-то время, увлекаясь чем-то, да, той же, как вы говорите, реализация, что-то мне стало интересно, я туда пошла, потом потеряла интерес, потому что, в том числе, мне нужно вернуться обратно, стало как-то небезопасно, ну, как вариант, потому что там энергия тратится, там я другая, там я живая, а здесь я возвращаюсь в это состояние, которое для меня как будто бы безопаснее, возможно, вот такая история, и когда я, мы вот об этом рассуждаем, тогда нам важно понять, а почему для меня вот эта стратегия энергосбережения, она безопасная, а где я так научилась, и для чего мне так надо, так, у папы, что там, про папу тогда расскажите, ну, в семье такая противоположная была ситуация, мама двигатель, а папа постельный, очень спокойный, и, ну, занимала я в основном папину сторону, почему? ну, потому что меня раздражала суета со стороны мамы, какое-то движение, вот это вечно и хаотичное достаточно, и не продуктивное часто, хаотичное, непродуктивное, и как будто бы я вижу, что вот эта папина ближе, а мама со своей суетой, хаотичностью и непродуктивностью как-то мне не импонировала, а мама, она вот, почему мне вот эта вот суета, хаотичность, это, она была эмоциональная, кстати, она, как вам, вас лично, какие отношения с мамой были, она вас наказывала ли, да, она видела, что вы там что-то медленно делаете, ей это не нравилось, уж какие вот эти, с точки зрения функциональности даже, ну, да, вот такие моменты, конечно, от мамы исходили, от папы никогда, то есть, мама наказывала, мама была вами недовольна, скажем так, а чем она была недовольна? Тем, что мне не нравилось, как она готовит, и я отказывалась это есть, это какие-то тоже свои моменты ее, просто она достаточно обидливый такой человек, и тогда вы решили, я там буду многое пропускать, это не замечать, да, там делать, видишь, вот про то, что мы говорили, там что-то там чуть размазать, там обесценить, да, что мама-то слишком обидчивая, наверное, понимаете, если вы выбираете стратегию, лишь бы не как мама, то это такая антистратегия, я буду скупа в движениях, там размеренно, да, не буду делать лишнего, не буду даже лишнюю эмоциональность проявлять, потому что вот это все обидчивость, да, как мама это делала, я не хочу быть такая, как мама, нет, а какие сейчас с мамой отношения? Достаточно прохладные, она живет далеко, и меня это устраивает, а с папой? Ну, с папой более теплый всегда были однокленно, папа, он как будто бы больше принимал, как вам по ощущению, вот вы когда ребенком были, больше понимал меня, принимал меня? Да, сто процентов. А мама была мною недовольна? Да. А с мамой никогда не было теплых отношений? Нет, она при том, что могла и оказаться, она давала и достаточно много тепла, то есть до переходного, грубо говоря, возраста было очень комфортно и тепло и приятно. То есть это до какого возраста было комфортно, тепло и приятно? В пятом-шестом классе уже стало немножко сложно общаться. А что в пятом-шестом классе? Почему именно в пятом-шестом классе? Вы стали больше выражать свои какие-то чувства? Почему именно в пятом-шестом классе? появились свои мнения какие-то, наверное, появились. Для мамы это неприемлемо? Ну, ей было сложно. Что у вас есть своё мнение? Да, это точно. А вы вот это мнение часто маме выражали где-то начиная с пятого-шестого класса? В подростковом возрасте мне кажется бесклонна к такому, да. В подростковом возрасте получается вы активно выражали своё мнение, свои эмоции, своё отношение к чему-либо? Ну, да. Ну, то есть там не было режима энергосбережения? Нет. А когда он начался? Да. после рождения ребёнка обозначился конкретно. Угу. После рождения ребёнка. А когда, а как думаете, почему именно после рождения ребёнка? не знаю, а когда вы вкладываешь больше сил в то, что кажется более важным и на остальное не остаётся? и что, ага, а что, кажется, что вам показалось после рождения более важным? Хотелось и ребёнку достаточно минимальнее уделить, и при этом не потерять вот это, то, как был устроен быть раньше. при этом не потерять, что было устроено раньше? Ну, то, как быт был налажен. А, быт. Получалось это у вас? Да, но было трудно. То есть, как будто бы я уже там не справляюсь. Хочется и то, и то, а как будто бы важны вот это. И как будто, знаете, ещё почему может быть с рождения включилась вот эта стратегия антимама? Я же теперь тоже мама, и я не должна быть как моя мама. Я тогда вот это вот включаю то, что я не хочу быть как мама для своего ребёнка. Потому что, ну, это вы знаете, когда рождается ребёнок, какой-то новый цикл, новый виток жизненный. Так и есть. Ну, то есть, это вот мы начинаем эту новую жизнь, которая другая. Вы решили, всё, я теперь мама. То есть, ну, это ваш мозг, да? И он включает почему-то вот эту стратегию энергосбережения, как будто бы, казалось бы, мне надо теперь и то, и то успеть, да, и быть шустрее, быть как-то активнее, может быть, а вы включаете наоборот какую-то ограничительную историю. Ну, и вот эта мысль про то, что я не справляюсь, у меня не получается там и быть, и для ребёнка, да, и там с мужем непонятная история, когда родился ребёнок, вы говорите, то есть, ну, в общем, вы стали больше времени проводить. И вы стали больше видеть его особенности и воспринимать это тоже, как я там, и как жена, наверное, не справляет. Ну, так вы тогда думали? Ну, головой понимала, что это не так, но ощущения примерно такие были, да? А вот эти ощущения, когда какие были, меня не понимают, да, или что ли? Вот ещё раз, давайте, вернёмся, туда, когда стартовала эта ваша стратегия, да, и когда я уже понимаю, что я там где-то не справляюсь, муж мне вот это вот транслировать, и тогда в чём я живу? В каких чувствах, эмоциях я живу? Какой я себя ощущаю? Ну, максимально несвободный. И не видишь и перспектив. Да, я не вижу перспектив. таких. Ну, вот она клетка. Вот она клетка. Это про то, как я научилась. И вот это вот включается история у меня, антимама, что стратегия, которая мама, она как будто бы могла бы позволить мне там чуть больше успеть, сделать, да, но вы почему-то прям вот, нет, я включаю вот эту вот стратегию антимама, потому что хочу максимальное количество сил направить на что-то, что-то более важное. Да, и в чём-то быть как раз более продуктивным, а не рассеивать вот это всё в разные стороны. Да, и тогда, например, я буду более продуктивна как мать, как мать-ребёнка и так далее, да, то есть вот это вот. И опять же, это в том числе для меня про несвободу. Вот этот вот конфликт, я себе вот это рисую, вот эту историю в голове, вот эту картинку, я должна быть продуктивна в чём-то одном. Но для меня это не свобода. Я себя чувствовала максимально несвободно, вы сказали. Это вот этот конфликт интересов, да, какой-то, который столкнулся. Сейчас вот примерно плюс-минус, да, ну, сейчас лучше, потому что мужчина появился, опять же, есть на кого там где-то опереться, как эмоционально, может быть, подпитаться или ещё что-то. Я, и мне сложно выбрать какое-то дело, чтобы заниматься им, потому что мне важно убедиться, что оно вот то самое единственное и особенное. я очень боюсь ошибиться и направить энергию, а вдруг я потрачу здесь зря энергию. Я ухожу опять в этот режим энергосбережения. Чего вам ребёнок максимально демонстрирует? Мама, я вообще в максимально энергосберегающем режиме. И вот эта вынужденность, она есть, но это ваша стратегия, это то, как я научилась справляться, мне почему-то очень страшно потратить лишнюю энергию. Может быть, это стратегия антимама, одна из гипотез. Может быть, я там какую-то лояльность к папе проявляю, потому что он мне давал больше тепла, внимания, заботы, принимал меня, по сути. А вдруг я там пойду в эту реализацию, а там мне мир меня не примет, я там вообще зазряю энергию потрачу. Это раз, ничего не добьюсь. Это два, признание принятия не получу. Это три. Разные гипотезы есть, которыми можно работать. И вот эти все я бы вам рекомендовала исследовать. У нас курс детской психосоматики сейчас стартовал, можно присоединиться. Я прям очень вас зову, вам сто процентов, вам это прямо доктор прописал. Мы сейчас с вами нашли те истории, которые по сути меня ограничивают, они меня держат, они меня сдерживают, мою свободу. И это разные гипотезы, и я так научилась. И почему-то вот так я делаю, и вот так я делаю. Это где-то моя стратегия из каких-то детских ли ситуаций, а может быть, это вообще история какая-то не знаю, чего там про маму, про папу. Даже я не поспрашиваю вам не про реализацию. Почему мама-то такая? Мама довольна ли папой, опять же? Что там в семье происходило? Что вы видели, как отношения мужчины и женщины у них складывались? Нет, конечно, мама недовольна, ей хотелось той же активности. папа. А мама, она старше ребенка в семье, поэтому, видимо, как-то внимания ей не хватало, и она пыталась его добыть. Ну, то есть у нее тоже по какой-то причине такая стратегия. Вот эти все истории, почему у меня так, что с этим можно поделать, можно на курсе прекрасно отработать. Разные гипотезы, которые мы накидали, почему вот так это все, это на вашей реализации в том числе завязано. У нас очень много инструментов, которые вы можете использовать. Трансы, вообще какие-то упражнения, рекомендации, все, что вы там будете делать, и это касается святого ребенка, заходите, вы будете с него. То есть мы сейчас с вами не попробовали, как это, я вас не прошу почувствовать себя, как ваш ребенок, а на самом деле эта история, ну, как бы все равно напряжает ваше состояние. Ну-ка давайте все равно я вас сейчас попрошу почувствовать себя своей дочкой, да, ей пять, вот прям почувствуйте. Вы это она, а как ее зовут? Василиса. Василиса. Вы Василиса. Как вам? Ну, это какой-то страх, неуверенность, потому что, потому что уже понимаешь, что другие дети более самостоятельные. Другие дети более самостоятельные. И хочется наравне с ними активничать, и не всегда получается. И тогда как мне? Ну, страшно. Чего боюсь? Что не примет? Если про вас говорить, это вот ваше состояние, страшно, что не примет? Что я не такая? В вашей жизни где такое с вами? Ну, может быть, это как раз с мамой, потому что мне всегда хотелось исправить. Хотелось исправить? Это вам не хватает этого принятия? Это вам не хватило этого ощущения, что со мной все в порядке? Я какую-то стратегию сформировала, чтобы с этим справиться, в том числе и там замазать, и не замечать, и там еще что-то, да, там энергосбережения, еще чего-то, еще чего-то. И до сих пор с мамой-то история открытая. Приходите на курсы. Вот с этим очень хорошо можно будет поработать, с этим в том числе. И тогда это то, с чем мне важно работать, да, вот с этого состояния можно заходить, и вот этот страх не принять, это ваш, это я какая-то не такая, это со мной что-то не так, это меня, я боюсь, что меня не принят. И в той же реализации, если это максимально, а вдруг это вообще-то не то, да, это тоже страх ошибки. Это, да, а я потратила уже силы, энергию, да. И это вашей маме, похоже, не хватало этого принятия, она старшая, и она с этим росла, и вот эти обиды, это ожидание чего-то, да, я ожидаю, не получаю. Это она в этом выросла. Это, похоже, ее еще состояние. Вот сейчас представьте, я вашу маму и говорю, дочь, я тебя, что бы я ни делала, что бы я тебе не говорила, значит, я тебя очень люблю. Просто потому, что ты моя девочка. Просто потому, что ты моя дочь. Я тебя очень люблю. Это хорошо, было бы дочь нам. Такое услышали. Вот смотрите, вот представьте, что это прямо она сказала вам, как вам тогда, когда я мама, я говорю вам это. Мне этого очень не хватало. Что в теле? Жарко. Класс. Да. Это здорово, да. Жарко, тепло пошло. Это прямо вот признак того, что да, это все правильно идет. Приходите на курс, поработаем с этим. Прям очень вас приглашаю. Вообще вот это все можно проработать, переработать, просто нужно чуть-чуть усилить, там чуть-чуть времени, поразбираться еще. Мы что-то с вами набросали. Как вам сейчас? Стало ли понятнее, почему у вашего ребенка симптомы? Да, из вот этой общей массы предположений какие-то стали более близкими к реальности. Есть что-то... Да. Как вообще состояние в целом? Хорошее. Понятно, что можно поделать вообще, чтобы... Что вам нужно сделать с вашей жизнью, с собой, своим отношением, с мамой, с миром, чтобы ребенок был вашему... Не сигналить вам вот это вот. Мама, смотри, в чем ты. Да, нужно просто двигаться в этом направлении. Осталось понять, как это сделать. Ну, как раз на курсе мы даем техники и трансы, и упражнения. Один курс, мне очень понравилось. У нас? Да, родовые сценарии. Отлично, отлично. То есть, вы примерно понимаете, как у нас построена работа на курсе, что вы можете получить, и тогда конкретно. Здесь видите, в чем плюс? Есть у ребенка симптом, есть технология, которая проведет вас из точки А в точку Б, конкретно с симптомом ребенка. Поэтому здесь тоже прямо это даст вам инструменты, чего с этим можно поделать. Ну, либо мы примерно направление все равно с вами как это, выделили, скажем так, чтобы вот когда вы пришли, вы сказали, я примерно имею кучу предположений, но что конкретно, не знаю. Теперь стало вроде бы понятнее, правильно? Да, стало немного понятнее. Некоторые моменты очень, очень стали понятны. Некоторые моменты особенно понятны, здорово. Появилась конкретика, это здорово. Ну и вот это ваше предназначение, я тоже думаю, что мое предположение связано со всей вашей стратегией в целом. Поэтому это тоже какой-то на самом деле работа с симптомом ребенка это шаг к своей счастливой жизни. Да, это точно. Да, поэтому как ни крути, это просто ваша история, это просто ваше отражение, да, и тогда метод Драбкина забываем. В любом случае придете на курс или не придете, метод Драбкина прям вот все, что мы сегодня с вами нашли, да, вы уже можете использовать с методом Драбкина, ну как вот мы это рекомендуем не в классическом виде, а почитать у нас просто и прям есть несколько посвященных этому методу. Вот, в любом случае так или иначе прям вот это сделайте сегодня. Ну и вообще это делается так, если вы вживую рассказываете ребенку один раз, а если вы будете во сне, это делать, то это прям вот длительно. И это вообще скорее для вас, да, для вашего вот этого сознания, для вашей перепрошивки, скажем так. да, этим я и займусь. Да, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Нет, вопросов нет. Мне кажется, это отличная идея, я просто не добралась пока до него еще. Так что, да, тем более, тем более теперь, когда мы подняли какие-то истории, которые стали теперь понятнее вам, вы можете это вот как раз с помощью метода Драбкина рассказывать? И посыл основной, да, я взрослая, я справлюсь, но опять же, вы должны быть при этом понимать, что я взрослая и справлюсь. А если пока что нет, я тогда, честно говорю, слушай, дочь, я вот пока что вот это все нашла, это все мое, там, спасибо тебе, что показывала, но я как-то буду сейчас с этим справляться, даже если кажется, что пока что не знаю как. или вся моя жизнь, даже вот эта стратегия, это то, как я справляюсь, вот этот посыл, что взрослый человек, он справится сам. Даже пока что вы справляетесь с помощью этим потом, ну, то есть дочь просто показывает, смотри, мама, что у тебя, да, вот эта вся ограниченность, эмоциональная скованность и не только эмоциональная, а вообще режим энергосбережения. Ну что, если вопросов больше нет, давайте тогда заканчивать с вами. Благодарю вас за то, что рискнули, вышли в эфир, это открытая будет информация, это тоже такой шаг. Смелый. Спасибо вам. Все, давайте тогда отключайтесь. Благодарю вас за участие. Так, ну что, дорогие друзья, если я что-то гляну, какие-то вопросы. Так, а как мне посмотреть вопросы? По диагностике, по... Так, просто фантастическая работа. Ой, спасибо, спасибо. Добрый день, курс поможет детям 14-16 лет, астигматизм. Слушайте, понятно, что ваши дети уже, они такие взрослые, но у нас были моменты, когда приходили с большими детками и в курс детская психосоматика, и наваллергию, и даже там с 14-летними, 16, не помню, были или нет, может быть, даже, да, даже прям что-то с ДВГ было. и были результаты, это все равно они научились так у вас, по сути, да, в вашей семейной системе. какие-то ваши стратегии невролог. Ну, это ночной норез, я так понимаю, да, вот это вот важно пометить границы, это про границы, про то, что я, в общем-то, не могу это сделать в своей жизни, я не знаю, 7 лет, связано ли это со школой, как-то, что он пошел в школу, новый коллектив, как он там адаптируется, как он там себя проявляет, или, может быть, в вашей жизни что-то такое случилось, что я своей границы отстоять не могу, не могу заявить о себе или как-то какой-то отпор дать, не знаю, ну, вопрос границ. Так, очень ценный эфир, Анастасия, прямо по полочкам вы положили восхищение, ухе, благодарю вас, спасибо большое, очень приятно всегда какие-то отзывы. Так, ну что, ну все, давайте, друзья, так, навязчивые мысли, ну, в общем, дорогие друзья, всех, у кого детский симптом, приглашаю еще раз в курс детской психосоматики, даже если мы вот так с вами в эфире разберем, да, многим даст это что-то, что-то, от чего оттолкнуться, но что с этим делать, хорошо бы курс, который с точки А в точку Б ведет, и, в общем, детский симптом поможет разобраться. Спасибо, это эфир, подскажите, пожалуйста, увеличение суставов на правой руке, большой палец, и левая рука, указательный палец. Смотрите, у нас есть пост пальчики, посмотрите, ну, как правило, смотрите, большой, это расхватить что-то, удержать что-то, да, то есть увеличение суставов, мне надо укрепить. суставы, это ткани группы люкс, они с каждым, каждое фазовое становление, они могут укрепляться, 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 знаете, как костная мозоль, кость сломали, она срастает уже с костной мозолью, таким вот, чтобы укрепить, чтобы кость уже была крепче, чтобы уже точно, уже мне надо выстоять здесь, в этом месте, и тогда здесь тоже по истории, где-то там указательный пальчик, тоже у него значение, понятно, указывает, да, там мы ругаемся, им там еще направление, почитайте пост, найдите про пальчики, ну, вообще это, что, для чего мне надо укреплять эти пальцы, да, и чего я там удерживаю, или на что там указываю, или кого я хочу наругать, и не справляюсь, или еще какие-то такие моменты, в любом случае, опираемся на конфликты самообесценивания, восстановления, да, приставы, за меня чего-то решают, так, ну, все, дорогие друзья, прощаюсь с вами, спасибо, что были, спасибо, что были со мной.